утренний кофе с молоком и сахаром доброе утро и хорошего дня рубрика завтраки сегодня у меня на завтрак яйцо цукини тостерный хлеб фришкезе и мандель миндаль всем приятного аппетита и мне тоже приятного аппетита хотела сделать жиденькое яичко ну получилось как получилось всем огромный привет добро пожаловать на канал в новый влог хотела снять на улице видео но не вариант потому что ветер дождь холодно тут ладно запишу в машине потом пойдем по делам приехала я в магазин ну тут и в банк сразу зайду кое-что нужно уладить и что хочу в магазине в магазине хочу найти шампунь чтобы волосы у меня не электролизовались потому что сейчас сезон шапок и когда снимаю шапку волосы как солнышко на электролизована или как ёжик в общем хочу найти такую шампунь может быть кто не пользуется такой шампунь вы мне напишите искала сама чуть не могу пойду сейчас у консультантов поспрашиваем может они что посоветуют вот потом что еще хотела сказать насчет нашего проекта мы снимаем также дальше видео работаем над материалом и я решила не смешивать мои влоговые видео с этими документальными видео и поэтому я открыла новый канал так как у нас видео там будут более такие исторические документальные там интервью где-то и поэтому с домашними блогами это как-то не серьезно и поэтому я открыла второй канал пока он молодой назвали мы его окно в прошлое но это еще такое название знаете она будет дорабатываться обрабатываться что-то может быть дополняться в общем это еще такое рожденный новый канал он еще будет обрабатываться туда добавляются видео кому будет интересно можете подписаться я ссылочку оставлю под видео потому что проекты у нас будут интересные вот сейчас вот например один открою вам немножко так за занавесь о чем мы хотим снять фильм про православного батюшку который приехал с екатериной и похоронен он нам старом кладбище в этом году будет 200 лет со дня смерти вот такое мы хотим заснять видео в общем татьяна предоставляет мне материала на сценарист а я уже оператор режиссер монтажер дублер и т.д. и т.п. вот кому будет интересно казалось будем очень рады подписывайтесь ждите новые видео знаете снимать видео мне очень нравится я чувствую себя как рыба в воде да мне нравится показывать свою жизнь которую я хочу вам показать который вам будет интересно они вот это бытовуха дом работа работа дом конечно изо дня в день это домашняя рутина будни это одно и то же хочется конечно разнообразить но иногда бывает такое что не хочется брать камеру потому что ну что снимать нет вдохновения думаешь вот солнца нет погода плохая что-то не то не хочу заставлять себя тоже не хочу потому что это должно приносить удовольствие это мое хобби здесь мне попадается татьяна которая предлагает такую вещь сделать проявить себя творчески показать на что я способна самой кое-где подучиться развиться в общем у меня горят глаза у меня есть желание у меня есть настроение мне это нравится я буду в этом направлении развиваться вот может быть когда-нибудь кто его знает куда я пробьюсь вот так вот хотела вам сказать так что кому будет интересно подписывайтесь ждите нового видео я думаю интересно будет услышать историю мне самой даже интересно во первых многие факторы я не знаю тоже узнаю в общем долго говорить не буду подписывайтесь и ждите новые видео а мы продолжаем снимать влог я вам всем желаю отличного дня хорошего настроения и приятного просмотра все побежала я по делам еще хочу заскочить волверт там у нас всегда распродажи какие-нибудь интересные декор для дома одежда посуда в общем люблю так по таким магазинам походить по домашним ну и вам и засниму покажу на улице холодно сыро грязно не хочется выходить водичка со мной все я побежала такая у нас зима серая ветреная холодная дождливая шампунь я не нашла они аж удивились на мой запрос пойду сейчас волверт скажу посмотрим что здесь так вот носочки такие вот тепленькие для такую расцветку взять хотим собрать посылочку для нашей любимой бабулечки такие на возьму взять теплых вещей пледик носочки трусики такое тапочки хочу себе еще посмотреть пижамку тепленькую на дачу шортики не на со штанишками то ночуешь вот так вот охота утром выйти на терраску поздороваться с природой я сплю всегда шортики футболочка на даче хочется потеплее что-нибудь утром же не выйдешь шортиках и футболочки так пойдем посмотрим там халатике сатиновые нет мне бы вот тепленькую с такими штанишками сейчас посмотрю мне резиночки нужно куда-то все мои резиночки поддевались возьму вот эти вот тоненькие за евро тридцать штуки здесь что-то ничего интересного не могу найти новенького ничего нет тут еще уносим висит ладно мне поступил заказ приготовить гороховую кашу и гуляш но гуляш не с простого мяса гуляш с хвоста мы покупали в русском магазине хвост говяжий вот саша хочет гуляш с хвоста отварила я мясо в моей любимой кастрюльке амц не устану повторять это такая помощница 15 минут кипела ну вернее работала плита потом ее выключила два часа она работала экономия энергии времени и хвосты какие разваренные разве так можно разварить нет сейчас я это мяско достану она уже остыла я его достану разделы бульон процежу потом буду добавлять в гуляш бульончик и еще домашнее красное вино вот она холодненькая только что занесла спать тело это изюминка будет в гуляше так ладно я сейчас приступаю потом по ходу дела буду снимать какой бульончик получился его бы на холодец сколько мяса сейчас я это все от костей а делаю саше оставлю хрящики он оставить посмаковать хочет в этой же кастрюле я буду готовить горох гороховая каша 2 стакана гороха 5 стаканов воды там написано один к трем ну я вот смотрю вроде будет самое наверное еще добавлю стакан что было 6 стаканов посолила сейчас закрою и буду варить тоже буквально 10 минут и потом он сам будет готовиться добавила 6 стаканов воды еще один добавил в общем 2 стакана гороха 6 стаканов водички посолила закрываем хозяйство все пусть она варится я пока займусь мясом горох у меня уже сварился буквально 10 минут отключила плиту теперь он будет сам не довариваться косточки и хвостики разобрала мясо получилось прилично прям так хорошо саша когда ставь на маслах что-нибудь чтобы я посмаковал вот оставила ему пусть смакует так готовить я буду в мультиварке обжарю лук и морковку потом добавлю мясо обжарив все это бульон добавлю сюда вот этот вот бульончик добавлю сюда добавлю домашнее красное вино сделаю такой соус все залью и пусть она еще томится минут так 30 в мультиварке как остынет крышка она откроется если горох будет густой каша ну что мы не любим густую кашу я разбавлю немножко бульончиком потом возьму лучок вот он у меня здесь лежит обжарю его на сливочном масле добавлю туда все перемешаю будет очень вкусно все я приступаю готовки потом покажу что у мне получилось у меня тут остался бульончик я решила сделать холодец сюда немножко мясо положила и сюда вот но мне больше нравится когда просто желе желатин без мяса на дне там будет мяско а сверху вот таком вот таким вот слоем будет желатин сейчас она все немножко подостынет и я вынесу его на балкон дальше остывал мясо тушится пусть тушится потом добавлю соус мне тут еще вот остался бульончик но я уже потом посмотрю когда горох буду делать если нужно будет добавлю если нету также вылью кисушечку и будет у меня желатинчик жарится лучок пюре готова сейчас добавлю лук сюда перемешаю пюре готова гуляш готов ой так пахнет всем кто будет кушать приятного аппетита и мы чаек заварила себе чай с душицей буду пить чай своей любимой кружкой светлана подарок в общем пришло мне тут письмо счастья с моей больничной кассы я позвонила спросила что такое нужно заплатить 10 евро за то что вы были отвезены по скорой помощи в больницу потому что уже заплатила моя страховка плюс еще я должна заплатить 10 евро вот сейчас покажу рейхнул как выглядит чтобы все данные были закрыты вот ретунгсвагн это скорая помощь 28 июня of and be track это 10 евро нужно заплатить теперь я знаю что если вас забирают скорая то она не совсем бесплатная помимо того что уже заплатила моя страховка мне нужно еще самой будет спать у нас кстати в больнице тоже если ты лежишь что в день платишь 10 евро вот такие новости еще что еще что нового мы же хотим отправить посылочку бабушке вали нашей любимой сегодня звонила так хорошо поговорили пообщались посмеялись пораспрашивали пчел как дела она похвасталась ей в дом провели воду так как она ветеран труда ей это сделали бесплатно а так по моему около 100 тысяч тенге стоит чтобы провести в дом воду там проводили в совхозе воду тянули коммуникации и если кто хотел к дому нужно было тоже платить вот ей это сделали бесплатно как ветерану труда поболтали она похвасталась рассказала теперь у меня до плода дома есть печка топится тепло сижу говорит в тапочках сарафане и мы хотим отправить посылочку в общем звонила сейчас с фирмой янсен если кто живет в германии я отправляла раньше с фирмой дпд ой дпд банковский пакет динств и в россии и в казахстан но они отправляют свои посылки до почты нужно идти на почту забирать потом получателю а янсен отправляет свои посылки прямо получателю в общем потому что мы бабушки как поехать потом на почту это не вариант и мы вот немножко дороже обходится конечно это услуга но ничего и вот ей прям домой принесут посылку в общем по ценам сейчас скажу я тут записала в казахстан кустанайскую область килограмм стоит 2 29 плюс 14 50 евро за обработку посылки плюс если вы хотите заказать курьера чтобы забрали посылку вас это стоит 5 евро или ищите пункт сдачи минимальный вес 12 максимальный 30 доставка до 6 недель отправка в конце месяца кому нужна информация но я вообще-то зашла в интернет и что там нашла вот теперь вот соберем теплые вещи постель полотенце носочки саша тапочки мы купили варежки шапочки такое все теплые штанишки я костюмчик ей взяла такой теплый отправим положить еще сладости чай такой который не портится и поедет посылочка в казахстан потом расскажу что и как как долго и в общем буду держать вас в курсе событий говорю баба там посылку тебе собираем чего-нибудь нужно она ой детки и мне же ничего не нужно мне тут осталось и вот и будешь носить все а то опять шифонеры все разложит чтобы носила на хорошо буду носить опять будет прятать это на потом это на потом на выборы пойду так ладненько буду я дальше заниматься своими домашними делами еще попью чай погода у нас от нас сера пасмурно облака так опустились что у меня глаза закрываются включила гирлянды не спасает темного дома темно я их не буду снимать до лета пусть светит пусть настроение мне поднимают гирляндочки покажусь светится ну так сейчас не видно но мне видно мне светло праздничное настроение речь тоже хочешь спать как и я гулять не пойдем пасмурно холодно сыра до дождь идет не пойдешь гулять не хочешь спрятался здесь в уголку скажи всем привет скажи всем привет не хочет он разговаривать обиделся я его гулять звала нет не пойдем ручки служат свои лапки то есть извиняюсь лапки лапки свои сложили не буду тебя отвлекать не спи до спи я буду тоже дремать что-то мне ничего не хочется делать сегодня наверное это давление атмосферное и она тоже лягу так рядышко и полежу с тобой полчасика кто-то овчарка уши как на острове кто-то кто соседи ладненько буду уже заканчивать свой блог попрощаюсь с вами увидимся в следующем видео всем пока и до новых встреч увидимся уже в следующем видео ричи скажи пока пока пока